Ушли под снос. В Ленинском районе накануне ликвидировали два объекта незаконной торговли. Ларек на Первой дачной и мини-магазин на улице Техническая. Все мероприятия проводят судебные приставы по инициативе администрации Саратова. Убирают только те ларьки, срок аренды которых истек. Екатерина Савина побывала на месте событий, сейчас она у нас в студии. Кать, вот сколько ларьков уже ликвидировали и сколько еще предстоит? Надо сказать, что ликвидация ларьков началась в 2010 году и за это время около 2000 незаконно установленных объектов были снесены. Администрация города продолжает работу по освобождению муниципальных земель, в том числе и по тем землям, которые незаконно заняты ларьками. И вот сегодня один из таких мероприятий проводится на улице Алексеевской и Хлебной. Надо сказать, что ларьков сейчас с каждым годом сносят все меньше и меньше. Это не значит, что их осталось так мало. Просто владельцы хотят отстоять свое право торговать на муниципальной земле, и поэтому они подают в суд. Тормозят процесс. Да, дело все затягивается. Вот сейчас около 50 дел находятся, то есть это потенциально те объекты, которые должны быть в ближайшее время снесены. Ну вот как раз один из последних примеров. Это ларек на Первой дачной, там дело дошло до арбитражного суда Поволжского округа в Казани. Но все равно право распоряжаться этой землей было отдано муниципалитету. Ну и каким образом тогда будут распоряжаться этой землей? В первую очередь, чего нам больше не хватает? Парковки, это лавочки, тротуары будут. И люди оценивают эту работу положительно. В принципе, сейчас эти супермаркеты, они вообще выгоднее, чем вот эти ларьки. Цены практически такие же. И более чистой продукции в магазинах, чем вот в этих ларьках. Они заполонили вот эти ларьки. Уберите, ради бога, подальше пивные и сигареты. Все, убирайте подальше. Не надо, это гадость. Ну, в общем, люди только за обустройство территории. Это точно. Спасибо, это была Екатерина Савина. Мы говорили о сносе незаконных ларьков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok